Есть в Петербурге район, который носит гордое название Кировский. Так уж сложилось, что история города во многом писала здесь, на этой земле. Недалеко от известного Кировского завода расположился музей, призванный хранить память самых знаковых событий жизни района и города в целом. Основан музей наш был в 1962 году по инициативе наших рабочих и ветеранской организации. Экспонаты собирались со всего завода, и вся история, которая была на нашем предприятии, она здесь у нас, в наших залах, отражена. Экспозиция размещена в шести залах Дворца культуры и техники имени Ивана Ивановича Газа. Смело отправляйтесь сюда на экскурсию всей семьёй или в компании друзей. Перед вами откроется целая веха в истории города через представленные материалы, освещающие деятельность Путиловско-Кировского завода за 210 лет. Вы своими глазами увидите модели техники, документы, фотографии, нумизматику, вещи, характеризующие период истории предприятия с 1801 по 1940 год, в годы Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Узнайте, чем живёт завод сегодня. На заводе остаётся люди, всего 2000 человек, где-то остаётся такое количество, потому что, я уже сказала, основная рабочая масса ушла на фронт. И эти 2000 человек, они просто поддерживают жизнь нашего завода в этот период. Ремонтируют поезда, там что-то пытаются ещё делать, ремонтировать. А вот у нас на фронт с нашего завода, с завода Красный, тогда Путиловский, ещё да, уходит 6 бронепоездов. Вот здесь мы видим с вами бронепоезд, носит имя Ивана Ивановича Гаджа, комиссаром дела Ивана Ивановича Гаджа. Вот мы сегодня находимся в здании, во дворце культуры, которое носит имя Ивана Ивановича Гаджа. Это бывший Путиловский рабочий, да, потом он занимал довольно-таки большие партийные посты. Данная экскурсия по направлению очень важна для нашей школы, так как наша школа основана в 1943 году. Это военное время от Кировского завода. И вечерняя школа, когда в основном взрослые люди работали утром на заводе и после смены шли учиться. Были маленькие классы, но потом эта школа разрослась. По району их было 12 таких школ, по-моему, если я не ошибаюсь. На сегодняшний день осталась одна такая школа. Это наша школа. У нас учатся днем дети в возрасте до 18 лет, а вечером учатся такие же взрослые дети. Мы их называем взрослые дети, которые утром также работают некоторые на Кировском заводе, а с трех часов дня продолжают обучение. То есть в школе на сегодняшний день 43 года, а вот до сих пор она является таким великим историческим значением для Кировского района. Мы поинтересовались, какие впечатления получили ученики школы номер 162 от экскурсии. Мне очень все понравилось. Понравилось, как все воспроизводится вообще, что было до нас, пока война была, все произошло. Было очень интересно. Интересно узнать, когда был основан завод, какие были архитекторы, какие строители, как это все продвигалось, какие вообще производства были. То есть это было очень прям познавательно. Жизнь музея не стоит на месте. Игорь Юрьевич поделился планами, которые хотелось бы осуществить. Во-первых, ведется активная работа по популяризации музея. Для того, чтобы шагать в ногу со временем, планируется ввести новые современные мультимедийные системы для подачи информации. Кроме того, посещение музея и знакомство с его экспонатами – обязательная программа для людей, которые приходят работать на предприятия. Можно сказать, профориентация. Первые ознакомительные шаги в профессию. Приглашаю посетить наш музей. Вы узнаете много очень интересного. А то, что вы не знали раньше, мы вам постараемся в полной мере представить историю нашего славного Путиловска Кировского зона. Субтитры создавал DimaTorzok